Решить актуальные вопросы в сфере ЖКХ в прямом диалоге с общественными структурами и органами власти. В помощь жителям многоквартирных домов в регионе работает проект «Мой дом». Он создан по инициативе губернатора Самарской области, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Основная задача проекта – повышение правовой грамотности председателей Советов многоквартирных домов. Ведь многие домкомы не знают, как решить юридические вопросы и добиться от управляющей компании выполнения обязательств. Им разъясняют это на выездных семинарах. За два года было организовано свыше 200 таких встреч. В них приняли участие порядка 7 тысяч активистов. Накануне одна из таких встреч прошла в Самарском районе. Сначала глава города Елена Лапушкина и глава района Роман Радюков побывали на территориях, откуда поступали обращения. Так, жильцы дома по улице Фрунзе, 87, просили оказать содействие в ускорении процесса капитального ремонта. Застройки с 1904-1906. Нам прям так нужна ваша помощь, чтобы вы прозвинули нам быстрее, чтобы ускорили ремонт. Уже в этом году в доме будет завершен капитальный ремонт фундамента. Вся проектная документация по ремонту крыши и фасада сейчас находится в Управлении госохраны объектов культурного наследия. Глава города пообещала держать ситуацию на контроле. Также в Самарском районе начал действовать ресурсный центр. Он находится на улице Некрасовской, 62. Здесь будет вестись работа по приему жителей и консультирование инспекторов ГЖИ. Написать обращения, узнать о капитальном ремонте своего дома тоже, что является маловажным. Узнать о субсидиях и льготах. Также мы можем оказать услуги, помощь, консультации в платформе «Консультанты Пирес». Итоги объезда Самарского района подвели на семинар с активом советов многоквартирных домов проекта «Мой дом». Этот проект живет, он развивается, он наполняется новыми направлениями. Безусловно, он вовлекает в свою амбиту гораздо больше людей с каждым днем, с каждым месяцем. И мы, безусловно, со всеми рады сотрудничать. Потому что мы очень ждем обратный отклик от людей, которые вместе с нами реализуют этот проект. Потому что нам очень важно знать, куда нам двигаться дальше. Надеемся на вашу активность, надеемся на ваш отзыв по этому проекту. Одним из главных направлений проекта «Мой дом» стало консультирование и обучение актива домов экономическим и правовым основам жилищно-коммунальных отношений, формированию правильных договорных отношений с УК и другими поставщиками услуг. Практика реализации регионального партийного проекта признана успешной. Теперь «Мой дом» идет дальше. В скором времени проект будут реализовывать во всем Приволжском федеральном округе. «Был форум Приволжского федерального округа, где мы в том числе представили как раз наш проект «Мой дом» и получили поддержку на уровне непосредственно полупредства о том, что этот проект пойдет дальше и по Приволжскому федеральному округу тоже». Сделать сферу ЖКХ понятной, обеспечить простой доступ к широкому перечню данных поможет современная и удобная платформа «ГИС ЖКХ». «Государство – это гарантия безопасности. И вот государство информационной системы ГИС ЖКХ – это наш с вами гарант объективной, актуальной и достоверной информации». Администрация города оперативно отрабатывает все обращения самарцев, поступающих в соцсетях через Центр управления регионом Самарской области и Муниципальный центр управления. Большой объем обращений касается сферы ЖКХ и управления МКД, поэтому встреча прошла в формате «вопрос-ответ». Так, председатель МКД по адресу Некрасовская, 48, Гончаров Виктор обратился с просьбой наладить систему отвода дождевых вод в доме. «Прекрасный двор у нас. Заключательно все. За исключением одной порядки. Ливневка внутри дома». Елена Лапушкина поручила городскому департаменту управлением имущества взять вопрос под контроль. В большинстве случаев вопросы касались капитального ремонта домов, находящихся в историческом центре города. Также на встречу поднимались темы стоянки автомобилей на двух сторонах проезжей части по улице Венцика, обновление лавочек на Ленинградской, озеленение территорий. На семинаре присутствовали руководители профильных департаментов, администрации города и представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, члены депутатского корпуса, которым жители района смогли задавать вопросы в индивидуальном порядке после окончания встречи. Все вопросы в адрес городской администрации взяты в работу управлением по работе с обращениями граждан.